Здравствуйте друзья. Хотя я и рекомендую стараться строить инфраструктуру умного дома на Zigbee устройствах, будет несправедливым игнорировать Wi-Fi устройства, тем более что они в подавляющем большинстве случаев дешевле. Вот и в этом обзоре речь пойдет о управляемой по Wi-Fi розетке Broadlink SP4LEU со встроенным ночником. Это значит что для работы розетки не нужно никакого дополнительного оборудования, шлюза или USB стика, ну кроме разумеется роутера, который сейчас есть у всех. Модель Broadlink SP4LEU, тип устройства розетка-переходник с ночником. Интерфейс управления Wi-Fi 2.4 ГГц, максимальный ток нагрузки 16 Ампер, рабочее напряжение от 100 до 250 Вольт, размер 100,6 на 54,7 на 76,6 мм. Приложение управления Broadlink. Совместимость Amazon Alexa Google Home Home Assistant. Поставляется устройство в серой картонной коробке с логотипом Broadlink. Информация о содержимом очень лаконична, просто написана умная розетка и все. Сзади информация уже чуть побольше, в основном перечень параметров про которые я уже сказал. Причем то, что относится конкретно этой модели на наклейки. Производитель штампует одинаковую упаковку для разных вариантов этого устройства. В коробке кроме самой розетки нашлась небольшая инструкция на английском и краткое руководство по настройке и подключению устройства. Сложного ничего в этом нет, про подключение я расскажу подробно чуть далее в этом обзоре. Устройство представляет собой розетку-переходник, которая подключается в обычную розетку, а нагрузка включается уже в нее. Разъем шука с заземлением, что пригодится при подключении таких устройств как например бойлер, благо мощность позволяет. Сзади на наклейке продублирован номер модели и основные технические параметры устройства. Раскрутить розетку так просто не удастся, там использованы саморезы с специальными треугольными головками. В нижней части на фронтальной стороне находится светодиодный индикатор, который будет светить синим цветом когда реле розетки замкнуто, его можно отключить из приложения. На нижнем торце находится единственная кнопка, она предназначена для сброса и ручного управления розеткой ночником, окошко которого находится тут же. Для подключения розетки к сети Wi-Fi нужно приложение Broadlink, у меня уже установлено, если у вас нет нужно установить и зарегистрироваться. Справа сверху нажимаем на значок плюс, далее выбираем добавить устройство и переходим в перечень устройств где нужно выбрать раздел Wi-Fi. Тут нам нужен раздел умных розеток, в котором в свою очередь уже ищем нужную модель. Здесь мастер подключения пишет, как должна вести себя розетка, индикатор должен мигать короткими сериями раз в секунду. Дальше мастер подключения сообщает, что нужно найти Wi-Fi сеть, которую создает розетка и сразу выводит список сетей в радиусе действия. Выбираем ту, что называется Broadlink Wi-Fi Device и подключаемся к ней, пароля нет. На странице авторизации ничего вводить не надо, нажимаем на галочку справа сверху. Возвращаемся в мастер подключения, выбираем опцию уже подключился и временно отключаем мобильную передачу данных. Теперь остается только указать свою Wi-Fi сеть для подключения розетки, вводим пароль и ждем пока розетка подключится к сети и появится в приложении, указываем название для нее. После этого останется указать название для розетки и ночника, на этом процесс подключения завершается и устройство появляется в общем списке. В окне плагина основную часть занимает кнопка управления розеткой, когда она включена фон окна зеленый, выключена серый. Справа внизу меню управления ночником, который можно не только включать, но и регулировать яркость. Есть меню таймеров, которое позволяет запланировать включение и выключение как розетки, так и ночника, разово либо периодически в заданное время и дни недели. Справа сверху есть доступ к меню функций и настроек. В меню функций есть возможность задать время максимальной работы розетки, по его истечении она будет отключаться. Тут же находится переключатель для светодиода, который показывает активность розетки. При необходимости можно просмотреть историю переключения розетки. В меню настроек кроме стандартных опций, есть переключатель блокировки по VLAN, который нужно отключить чтобы можно было достучаться к розетке не из родного приложения. Как и всегда я рекомендую сразу проверить актуальную версию прошивки. Еще из интересного тут можно создать действие по NFC, например управлять работой розетки и ночника при сканировании смартфоном определенной метки. Приложение Broadlink совместимо с Google Home, необходимо связать свои аккаунты, после чего устройства добавляемые в приложение будут автоматически появляться в Google Home. Герой обзора появляется как два устройства розетка и светильник, с теми именами которые были присвоены им в приложении. При необходимости тут их можно поменять. Розетка и светильника можно управлять по отдельности через Google Assistant, их даже можно распределить в разные комнаты. Переходим к Home Assistant, нам понадобится штатная интеграция Broadlink, которую можно найти в меню настройки интеграции. Отдельно ничего ставить не нужно. Далее нам нужно указать IP адрес устройства, который можно посмотреть в карте сети роутера. Кстати этот адрес рекомендуется закрепить, потому что если он сменится интеграция потеряет устройство. Далее задаем имя устройство под которым оно пропишется в системе. На этом процесс интеграции завершается, кто использует распределение по локациям, это делается как раз на этом, финальном шаге. В системе к добавленному устройству привязываются две сущности. Но не розетка и светильник как по логике должно было бы быть, а розетка и сенсор энергопотребления. Но обольщаться не стоит, энергомонитора тут нет физически, и он сам по себе не отрастет и прошивка не добавится. Управление розеткой по локальной сети поэтому мгновенно, но вот если ее переключить из приложения, то ее статус Home Assistant обновится с ощутимой задержкой. В розетке используется электромагнитное реле и оно переключается с щелчком. Светильник переключается бесшумно. Однократное нажатие на кнопку переключает реле. Двойное переключает ночник. Розетка и ночник запоминают свое состояние и восстанавливают его при подаче питания. Из приложения управление тоже шустрое, практически мгновенно. При использовании устройства в одном ряде розеток с общей рамкой, оно не будет перекрывать доступ к соседним разъемам. Однако в некоторых удлинителях, где розетки очень близко друг к другу и стоят под углом, этого не избежать. В темноте ночник светит довольно ярко, думаю что лучше всего его будет располагать где-то внизу ближе к полу, чтобы он не бил в глаза и при этом освещал путь. К достоинствам розетки можно отнести ее бюджетность, она дешевле своих Zigbee аналогов и она еще оснащена ночником. Кроме этого, ей не нужен отдельный шлюз и розетка готова к работе сразу из коробки, ей нужна только Wi-Fi сеть. Удобна еще и штатная интеграция в Home Assistant в пару кликов мыши, без добывания токенов и ключей, причем без потери функциональности в родном приложении. В целом мой опыт работы с устройствами Broadlink положительный, устройства работают стабильно, без сюрпризов. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписаны на мой канал, не поздно сделать это прямо сейчас. Кроме канала в YouTube, я введу канал в Telegram ссылку на который вы найдете в описании. В нем публикуются интересные новости и предложения на тему умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова